Мы познакомились в интернете, переписывались долго, но мне сразу понравилось. Захотелось каких-нибудь отношений, которые будут длиться долго-долго. И, наконец, мы решили встретиться. Первое свидание. Он сам выбрал место, а я пришла вовремя. Мы вместе уже три года, а он так и не ушел от своей жены. Я сделала его вор, потом еще один. Мама говорит, что я идиотка. Я часто плачу и думаю, вот если бы я могла вернуться обратно в тот день, я бы все изменила. Да. И моя жизнь пошла бы по-другому. Вот если бы только можно было. Мы вместе уже пять лет, а он так и не ушел от своей жены. Я родила от него мальчика, а он его не признал. Боится, что жена узнает. Он мне не помогает, потому что у него никогда нет денег. Зато помогает моя мама. Но она меня за это ненавидит. Иногда я плачу. И всегда думаю, вот если бы я могла вернуться обратно в тот день, я бы все изменила. Все. Мы вместе уже семь лет. А он так и не ушел от своей жены. У меня от него мальчик и девочка. Третий раз случился выкидыш. И когда я лежала в больнице и помирала, он ни разу не пришел. Меня навещала только мама. Потому что его жена в это время тоже лежала в больнице с воспалением легких. Все здорово. Я же не умерла. И он тоже. Я уже не плачу. Мама говорит, что это хорошо. Я тоже так думаю. А еще я думаю, что если бы я вернулась обратно в тот день, в то самое кафе, я бы смогла. Я, наверное, бы смогла. Все три пули прошли на вылет. Дня судили. Мама была на грани инфарта. А он, он на суде защищал меня. Его специально привозили из больницы. Потом меня отправили в колонию. Но наскоро будет с ним свидание. За взятку. Свидание с ночевкой. Сидеть мне еще долго. Он говорит, что когда я выйду, он не оставит меня и жену тоже. И теперь я плачу. Дура. Какая же я дура.